Здравствуйте, я доктор Ельшанский Игорь Витальевич. Сегодня я расскажу про варикозную болезнь. Варикозная болезнь – это расширение патологическое вен нижних конечностей. Почему именно нижних? Потому что на верхних конечностях варикозная болезнь не встречается. Ну, немного анатомии. Существуют поверхностные и глубокие вены. Кровь по ним всегда течет вверх, то есть от стоп к сердцу. В венах существуют клапаны, которые позволяют крови течь только в одном направлении. При этом 90% крови оттока осуществляется по глубоким венам. По поверхностным венам осуществляется всего лишь 10%. Сразу нужно сказать, что варикозной трансформации подвергаются только поверхностные вены. Варикозного расширения глубоких вен не существует. Причины, что может вызвать варикозную болезнь? Существуют генетические причины. Такие, как врожденная слабость соединительной ткани, которая может передаваться по наследству. То есть, соединительная ткань, которая входит в стенку вены, она более, так скажем, слабая. Это может влиять на состояние клапанов и на состояние стенки вены. И есть причина производящая. Это подъем очень больших тяжести. Это длительное нахождение на ногах, связанное, например, с профессией. То есть, такой профессии, как парикмахер, хирург, например. Это ведет к длительному застою в венах, потому что мышцы конечностей не сжимают вены и не работает так называемая венозно-мышечная помпа. Вены расширяются и при наличии генетических, о чем мы говорили раньше, факторов, в каком-то месте стенка вены не выдерживает и происходит варикозная ее трансформация с последующим расширением и изменением. Симптомы. Как проявляет себя варикозное расширение вен? Первыми признаками являются усталость в ногах, тяжесть в ногах, особенно к вечеру, могут быть незначительные какие-то отеки в области лодыжек и сосудистые звездочки. Дальше появляется одна или несколько маленьких варикозно расширенных венок. Со временем эти вены увеличиваются, уже становятся крупными, достигая в некоторых случаях в извитом состоянии толщины сантиметр и более. Позже присоединяется постоянный отек конечности, еще позже трофические расстройства, то есть потемнение внизу голени, кожа, зуд, пигментация, ну и финальной стадией варикозной болезни являются трофические язвы. При этом от появления первых симптомов до трофических язв проходит достаточно много времени, ну даже десятилетия. Боль не является основным симптомом варикозной болезни, и если пациент приходит с жалобами на боль в конечности, это как раз чаще всего говорит о том, что эта боль связана не с варикозной болезнью, даже если на ноге имеются варикозно расширенные вены, то есть вены сами по себе, боль сама по себе. Боль может вызвана быть остеохондрозом поясничного отдела позвоночника, проблемы с мышечным или связочным аппаратом, опорно-двигательным суставами, связками и так далее. При варикозной болезни основным симптомом является все же отек и наличие варикозных вен. Боль может немножко присутствовать в виде каких-то незначительных тянущих ощущений, каких-то распирающих ощущений, но такой умеренно выраженной боли в ногах при варикозной болезни быть просто не должно. Существует несколько классификаций варикозной болезни, сейчас еще вот эту всю совокупность называют хронические заболевания вен. На современном этапе применяется классификация СИП зарубежная, по ней выделяют 6 клинических классов, образно выражаясь стадии, ну давайте для простоты будем называть их стадиями. Первая стадия это синдром тяжелых ног, возможные сосудистые звездочки, небольшие отеки к вечеру, вторая стадия варикозные вены, третья стадия отек, четвертая стадия трофические расстройства, зуб, пигментация и так далее. И пятая, шестая стадия это трофические язвы, пятая стадия зажившая трофическая язва, шестая стадия открытая трофическая язва. Основным методом диагностики инструментальной варикозной болезни является ультразвуковое исследование вен. Его синонимы УЗДГ, дуплексное сканирование, ультразвуковое ангиосканирование, триплексное сканирование, это все одно и то же. УЗИ вен позволяет выявить варикозно расширенные вены, оценить состояние венозных клапанов, оценить состояние глубоких вен и на этом основании определить как сам факт наличия варикозной болезни и венозной недостаточности, так и определиться с оптимальным методом лечения. Как лечить варикозную болезнь? Сразу скажем, что консервативные методы лечения позволяют затормозить дальнейшее прогрессирование заболевания, уменьшить симптоматику, то есть отеки, дискомфорт и так далее, но они никаким образом не убирают уже имеющиеся варикозные вены. Убрать варикозные вены можно только путем инвазивных процедур. Есть хирургическое лечение, когда через небольшие разрезы вены просто убираются как анатомические образования. Есть малоинвазивные методы, когда через проколы в вены вводятся специальные электроды и вена изнутри подвергается радиочастотному или лазерному воздействию и облитерируется, то есть закрывается. К этим методам можно отнести радиочастотную абляцию вен и эндовазальную лазерную абляцию вен. Но эти вмешательства имеют некоторые ограничения. Так скажем, их нельзя делать при очень крупном диаметре вен, более сантиметра, и нельзя делать, когда вена очень сильно извита, потому что через нее нельзя провести катетер. И есть еще склеротерапия. Но в России склеротерапия применяется в основном для склерозирования мелких вен и сосудистых звездочек. Но хороший опытный флеболог, в принципе, путем склеротерапии может решить проблему любых вен. Склеротерапия – это введение в вену специальных препаратов в виде раствора или пены, которые вызывают, образно говоря, склеивание стенок пораженных вен. И таким образом кровь перестает по вене течь, и она становится незаметной. При всех этих методах лечения часто у пациента возникает вопрос, как же будет осуществляться отток крови из конечности, если вена закрыта или удалена? Ответ простой. Даже в норме, как я говорил выше, 90% оттока крови идет по глубоким венам, и только 10% идет по поверхностным. И если вот эта поверхностная вена, она варикозно изменена, то кровь по ней перестает течь нормально, она в ней застаивается, что впоследствии как раз и вызывает вот эти вот все атрофические нарушения вплоть до язв. Поэтому варикозно измененная вена, она становится просто не нужна. Поэтому ее или удаляют при хирургическом лечении, или обретерируют, закрывают при малоинвазивных методах. При этом отток крови продолжает осуществляться как по другим нормальным поверхностным венам, так и в большей своей массе по глубоким венам. Поэтому в том, что пораженная вена будет удалена, нет ничего страшного, а это даже хорошо. Для консервативного лечения варикозной болезни в основном применяется эластическая компрессия в виде гольф, чулок, колготок. Различна степень сжатия компрессионных классов. Первый класс – это самая низкая степень сжатия. Третий, четвертый класс – самая высокая. И применяются еще лекарственные препараты флеботоники, такие как Детролекс, Флебодия, которые улучшают тонус вен и улучшают лимфодренаж. При этом применять флеботоники для профилактики, а также для того, чтобы вот эти вены уже имеющиеся как-то уменьшились или ушли, бессмысленно. Флеботоники применяются для уменьшения симптоматики, таких как отеки, небольшие боли и так далее. И профилактика. Что нужно делать, чтобы варикозная болезнь не появилась? Ну и эти же рекомендации относятся к пациентам, у которых уже имеется варикозная болезнь. При варикозной болезни вредно долго стоять или сидеть. При этом не сокращаются мышцы голеней и не осуществляется их сжатие вен этими мышцами и не работает так называемая венозно-мышечная помпа, которая сжимает вены и кровь по ним начинает активно проходить через клапаны в одном направлении и вены хорошо порожняются. Вреден перегрев, то есть нахождение длительное на пляже, в бане, в сауне. Если уж так получилось, что пришлось на пляже долго погреться после определенного времени нагрева, нужно спрыснуть ноги холодной водой, чтобы сосуды сократились. Вреден также подъем больших тяжестей, большие физические перегрузки. Вредна травма, то есть прямой удар по ноге. Ну, занятия такими видами спорта, как футбол, единоборство и так далее. Но, конечно, здоровый образ жизни. То есть не курить, не злоупотреблять алкоголем. Ну, еще считается, что вредны гормональные контрацептивы. Что полезно? Полезно ходить, при этом работает венозно-мышечная помпа, потому что работают мышцы голени и бедер. Полезно такие занятия спортом, как плавание, езда на велосипеде. Полезен контрастный душ. В заключении нужно сказать, что чем раньше начато лечение варикозной болезни, тем меньше она будет прогрессировать, и тем меньше будет объем и, соответственно, стоимость вмешательств, которые будут проводиться при ее лечении. Поэтому при первых признаках варикозной болезни обращайтесь к врачу. Если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, вы можете написать мне на почту или задать вопрос на сайте. Всего хорошего. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok